Привет всем! Сегодня, как обычно, новости Германии и Европы. Начинаем! Новый день и новые важные события. Сегодняшний выпуск начнем с крупного лесного пожара на горе Брокен, который в Германии пока не могут потушить. Сильный лесной пожар продолжает распространяться на горе Брокен, что в горном массиве Гарц, что в федеральной земле Саксония-Анхальт. Огненный фронт растянулся примерно на один километр. С пожаром борются около 150 человек, задействованы самолет и вертолет. Однако пока огонь не удается взять под контроль. Эвакуированы сотни человек. В субботу ожидается подкрепление. К тушению привлекут еще три самолета и второй вертолет. Районные власти запросили также дополнительные вертолеты у Бундесвера, Федеральной полиции и земли Тюрингия. Национальный парк Гарц сейчас закрыт для посетителей. Все запланированные мероприятия были отменены. При этом осадки в регионе ожидаются только в понедельник, так что сложная ситуация, скорее всего, будет сохраняться. Пожар вспыхнул в минувшую пятницу сразу в нескольких местах. Позже 8 небольших пожаров объединились в один большой. Густой дым виден за несколько километров. Пожарные службы исходят из того, что работы по тушению будут продолжаться несколько дней. Брокен, напомню, является излюбленным местом посещения туристов, но пока там небезопасно. Уже стало известно о следующем нападении в Германии и, слава богу, неудавшимся. Вообще, статистика за последние несколько недель по крупным нападениям, пожалуй, превышает уже данные за последние несколько лет. Напомню, Мюнхен – женщина с ножом, Франкфурт – касс на ЖД вокзале, Золинген – трое погибших после террористической атаки, Зиген – нападение в автобусе, и это только маленькая часть. Я вспоминаю все это не для того, чтобы кого-то напугать, а скорее предостеречь. Все мы помним, что близится дата нападения на Израиль – 7 октября. И, пожалуй, до этого периода стоит как-то постеречься и построже соблюдать меры безопасности. И такая ситуация наблюдается не только в Германии, но и в других странах мира. Но вернемся к новости. В Германии террорист попытался ворваться в здание полиции с мачете. Албанец, живущий в небольшом городке Линсна-Рейне, что в Рейнланд-Пфальце, прибежал с оружием в полицейский участок примерно в 2.40 ночи и ворвался в первую дверь. Преступник, очевидно, не учел, что для того, чтобы добраться до полицейских, ему придется пройти через вторую дверь, которую может открыть только дежурный охранник. Офицер смог запереть внешнюю дверь, нажав на кнопку, и террорист оказался заперт. Сотрудники полиции пытались объяснить мужчине по переговорному устройству всю безнадежность его ситуации, но он не успокаивался. В конце концов, прибыл отряд специального назначения, и преступник был усмирен с помощью электрошокера и арестован. Первоначальное расследование выявило признаки радикальных исламистских мотивов со стороны обвиняемого. Об этом заявил генеральный прокурор. Также стало известно, что стрельбе возле генконсульства Израиля в Мюнхене изменили классификацию. И теперь она классифицирована как теракт. По счастливой случайности, в этом терроре никто не пострадал. Ну, кроме самого стрелка, который был ликвидирован. Стрелку было 18 лет, звали его Эмра Ибрагимович, и он жил в дружной семье в Австрии. Его поведение изменилось в период пандемии, он стал одиночкой и стал подвергаться насмешком в школе. По предварительной информации, он радикализировался в интернете, а затем спланировал покушение в Мюнхене. Стрелок с энтузиазмом относился к оружию, бомбам и стрельбе. Любил играть в компьютерные игры. Но вообще в этом нападении много загадок, которые еще предстоит выяснить. И уже стало известно и на фоне последних событий, и на фоне данных статистики, что ФРГ продлит паспортный контроль на части наземных границ. Правительство ФРГ планирует продлить паспортный контроль на наземных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией и на период после декабря 2024 года. Об этом сообщил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль. По его словам, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер уже дала понять, в том числе и во время недавнего визита на польско-германскую границу в городе Герлиц, что сохранение контроля на внешней границе Германии просто необходимо. И такой контроль действительно работает. Контроль на границе Германии с другими странами будет рассматриваться индивидуально. И в это же время массовый хаос снова накрыл Германию. В этот раз движение железнодорожного транспорта. В центре Германии технический сбой парализовал движение поездов. Технический сбой привел к нарушению железнодорожного сообщения в центре Германии. Об этом сообщил концерн Deutsche Bahn. Там подчеркнули, что Deutsche Bahn прилагает все силы для его устранения. Из-за сбоя полностью парализовано движение региональных поездов и городских электричек в оживленном районе Рейнмайн. И это не единственная причина, из-за которой за последние дни останавливалась движение, но уже немного другое. Ёж на полчаса остановил работу небольшого немецкого аэродрома. Данная ситуация произошла в городе Анштадт, что в федеральной земле Тюрингия. Ёж старательно искал на взлетно-посадочной полосе еду и не хотел освобождать место для нашего самолета, рассказал пилот. Вместе со своими коллегами он должен был вылететь на легкомоторном самолете на аэрофестиваль в Гессене. Машина была готова к взлету, погодные условия были благоприятными, однако старт пришлось отложить из-за ежа. Только спустя полчаса пилотам и диспетчеру удалось прогнать животное с полосы. Он сделал это медленно и крайне неохотно, отметил пилот. Вот такое интересное происшествие, но и это не единственная ситуация, которая препятствовала беспрепятственному передвижению по Германии. 30-летнему украинцу отказали во въезде в Германию. Что же стало причиной, давайте разбираться. Гражданин Украины прилетел в аэропорт Эрфорд-Вермар из Анталии. На иммиграционном контроле он не смог внятно назвать цель приезда. Его отвели на дополнительную проверку в полицию, в ходе допроса он запросил убежище ФРГ. Однако оказалось, что он уже проходит процедуру предоставления убежища в Румынии. Поэтому ему отказали во въезде в Германию и отправили обратно в Турцию.